В этой серии Икса Лайф Вы смотрите первое семейное реалити-шоу на русском ютьюбе. Икса Лайф В этом сезоне ребята отправились на Бали. Вы даже не представляете, что вас ждет. Теперь ты с нами каждую субботу в 15.00. Подписывайся, чтобы не пропустить новую серию. Третий сезон, четвертая серия. Блин, сегодня 10 часов будем на экскурсии. Что-что? 10 часов сегодня будем на экскурсии. В общем, у меня очень пушились волосы, и поэтому я попросила Настю, чтобы она мне заплела косички. И потом я ходила все время так на Бали. Ну, зато, мне кажется, мы все увидим. Да-да, бильная спина, голова. Ой, еще старая. Ну, на самом деле, Анфисе очень повезло, что у нее есть такой специалист, как я. Во все руки. Так, я взламываю звери, снимаю видео, заплетаю косы, и это еще не все мои суперспособности. Блин, такие крутые косички вообще. Ты теперь мне должна заплести вот ту большую. Ту большую? Ту мою, которую она мне всегда плела. Заплетешь, вспомните ее, да. В смысле? Вспомни? Я, блядь, вспомни. Я сегодня ей, наоборот, не пила из-за того, что времени мало было. Я бояла, что мы не успеем. Ты не помнишь, в машине заплетала? В Барселоне. На самом деле, Настя очень круто плетет косы, поэтому я жду, не дождусь, когда она мне ее сделает. Ничего себе обычная коса, конечно. Наконец-то мы поехали на экскурсию. И вот наши приключения начинаются. Начнем наше путешествие. Наш трипл автобуса. У нас здесь лупок. А? Десять часов. Мне кажется, мы быстрее все проедем. Почему? А, потому что некоторые люди сидят очень. Нет, потому что, во-первых, у нас гид ничего не знает, куда мы едем. Самое смешное, если вы помните, человек, который продавал нам экскурсию, он сказал, что у вас будет человек, который будет разговаривать на английском языке. Но нет, он не разговаривает. Поэтому, я думаю, мы там остановимся, сфоткаемся, зайдем. Если не останавливаться, наш путь длится три часа в одну слову. Ну, вот шесть часов мы и покатаемся, я думаю, все. Это как раз десять минимум. Ну, вот остановимся, пока мы остановимся, посмотрим, пофоткаемся. А потом обратно. Блин, что делать вообще? Так, надо сказать, чтобы он остановился, пожалуйста. У нас возникла огромная проблема. Маку, сейчас. Надея, ты не можешь рассказать? Как можно вообще не понимать? Почему? Что это? Он реально не понимал то, что я ему говорю, стоп, стоп. Как я только ему не говорила, он не понимал. Ну, и тут, конечно, Ева спасла. Виса Тингал. Ну, я пыталась. Сая Индоничия Ти Дабаи. Виса Тингал. Оказывается, что его Маку все вызвала. Виса Тингал. Смотрите, отзывая его. Языковой барьер. Он хочет вообще не реагировать. Вообще, еще быстрее поедем. Я по-другому. А он не поедет. Вообще, вдруг он нас сейчас обьет. Он не останавливает. Взяли, он слабо везет. 15 минут говорим стоп, 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 стоп. Он едет. Пошел вперед. Он нас ведет забивать просто. А ты что, будешь его послушать? Нет, я хочу послушать. Остановите, пожалуйста. Берехенти. Тон, берехенти. Тон, берехенти. Берехенти. Водитель у нас, конечно, был вообще бомба. Он не понимал ни на одном языке. И мы стали пробовать говорить с ним через переводчик. Это было очень смешно. Пожалуйста, лиските. Берехенти. Берехенти. О, понимаете? Берехенти. 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 Еее. 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 Я думала, что мы просто шутим от него. Вон. Еее. Кера, он даже статус не понимает. Кера, а как ты собираешься ему объяснять? Он не поймет. Я пропал. Возьмите. Возьмите. Перебочек. Нет, нет, нет. Вообще-то рисовые поля. Но туда ехать три часа отсюда. Мы знаем. Наконец-то он нас понял. Мой индонезийский на высоте. И мы поехали дальше. В нашем селе мы наконец-то ему объяснили, куда мы хотели поехать. И вот мы приехали в парк обезьян пообщаться с нашими родственниками дальними. Просто, что кажется, почему мы говорим, типа, только три места. Потому что... Нет, нет, нет. Получилось так, что там рисовые поля были, обезьяны и водопад. По сути, это такие самые прикольные места. Самые интересные. А он, наверное, просто не поделся, чтобы люди вот так ходили, тратили на это время. А там водопады больше. Мне кажется, вы его просто не поняли. Питер вчера же сказал, что он просто боится, что вы не успеете во все места, типа, если еще долго будет. А, ну тогда давайте тогда что-то уберем. Нет, нет. Ну да, мы это уберем, да. Мы сейчас сюда пойдем. Дорожайки. Мы пойдем сейчас? Ой, он такой добренький, смотрит на луна. Мне кажется, он спросит, можно ли нас снимать? Да нет, нет. Ну, на слева снимают. Ну, пойдем. Почему мы сюда приехали? Мне его жалко, он хочет с нами сфоткаться. Давайте сфоткаться. Да, он нас сфоткает. Он хочет с нами сфоткаться. Нет, ну просто из-за того, что мы, типа, может, снимаем, и то, что вот ребята молодые, красивые. Может быть, типа, что мы просто такие яркие. Он мне понравился, он улыбается. Он, знаете, он похож, он похож на, как в Египте, такие добрые. Мне кажется, Маш, мне кажется, я влюбилась. Слышите, слышите? Я сейчас будто сегодня на индивидическом. Не знаю. Не то, что ты его оскорбишь. Почему? Я, может, учу. Ого. Нет, давай, сейчас мы поздоровимся по-любому. Ладно, как будет? Здравствуйте. А, гниль. Это для чего? Прямо как у бабули в деревне. Да, все, все. Ну да, у нас были классные юбки. Я хотел бы узнать, откуда вы? Из России. Россия? Большое спасибо. О, какой трейлый телефон смотришь. Ага. Он такой классный, да. Зубы такие у него ровные. Да, зубы классные. Вы студенты? Нет. Да. Большое спасибо, приятно познакомиться. Взаимно. Приходят одни старенькие, тут молоденькие пришли. Ему приятно стало. Такие, знаешь, дурачки интересные. Да, да. Молодым не интересно. Молодым обычно не интересно. Да, реально нету обычно. Вот поэтому он такой думает, водитель, зачем мне их везти туда? Да. А мы такие, нет, надо туда. Вот дурачки. Блин, давайте я вас сфоткаю. Вот давайте все вместе в ряд с Танями с фотками. Смотри, какую елку я тебе фотку сделала. Вообще. У меня волосы капец стали белые. Куда не потряло? Блин, небо так в фотке. Герман-косынка ушел. Блин. Что-то непонятно мне сейчас. Припомни, котичка. У меня так подруга детскую делала все время. Я так подругу детскую. Кто мою косынку взял? Буря. Я не брала. У тебя была косынка? Буря, я не брала. Я не брала. Я ее потерял. Просто нам очень не... Ну, молодец, Герман-косынка. Люди, смотри, я честно тебе говорю не знаю. Герман, как всегда, все теряет. И в этот раз оказалась в банданах. На полу. И он даже не заметил. Ну, Гера, Гера, иди сюда. В туалет иди. Вот это пранк, да. Да потому, что он ее уронил опять. А я, блин, не дура. Я его все-таки добровал. Нет, потому, что у меня какой-то... Растеряк. Не выходи, Лизка, он тебя сожрет. Вот он. О, боже мой. Да вот. О-о-о. Я стану человеком-пауком, если он меня укусит? Смотрите, какой паук большой. Ты станешь мертвым, если он тебя укусит. Кто еще не знал, я просто хочу стать человеком-пауком. И надеялся, что этот паук меня укусит. И я реально стану человеком-пауком. Либо мертвым человеком. Капец. Просто капец. У меня страшно. Я не очень люблю незнакомое вообще. То, что я не знаю. Знакомься с ним. Он прям кого-то ест как будто, не? Он переваривает. Капец. Вот почему я не люблю вот такие типа эти страны там, все дела. Прямо знаешь, страшно. Очень страшно. Если не заползли, то. Вулкан вообще огромный капец. А может мы на вулкан один день пойдем все-таки пешком? Да, пешком я его пошел. О, рисовые поля. Офигеть. Вообще. О, цапенькие. Подожди, это рис такой грязи растет? Да. Ну да, там прям в плоте. О, это цапки? Офигеть. Вот дурочка, Мария. Смотрите, там обезьяна стоит. Офигеть. 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 Девочки, девочки, осторожно. А ты боишься обезьян? Я боюсь, я боюсь. Ничего не знаю. Блин, Мария как всегда, бесстрашная просто. Вот эти обезьяны, они очень злые, они вообще недобрые, они очень кусаются. Да мы знаем, мы в прошлый раз с конфеткой пришли, чем с печенькой на остров. Капец они за нами гонялись. Смотрите, у него прикрыто. Нет, не пасхи, чтобы обезьяны не уходили. А кто? Это какой-то бог обезьян, он укротитель обезьян. Дев, не сменишься, а то... Идти в группу, он говорит. А, окей. Смотрите, обезьянка, она пришла к нам. О-о-о-о. А, ты так сладенькая. О-о-о-о. Именно я. Как мне повезло. Ходи, ходи, ходи. Что мне так везет? Ходи, ходи. Ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи. Телефон уже. Ходи, положи. Ходи, положи. Здорово. Молодец. Красавец вообще. Молодец. Молодец. Я тебе друг, братан. Братан, я тебе друг. Ах! 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 Да, Гер, расслабься. Да, да. Ты подумаешь, они так царапаются, знаешь, как симпат. И кусаются. Как в Тарзане, да? Да. Там сириоли очень круто. Ухе? А, ты чё там где? Да. Упадёт в Альфе. Да я знаю. Вот только не надо вот этих вот шуток. Он сказал, что, короче, нельзя на этих лианах повисеть только обезьянам. А я хотел, как Тарзан, вот так полетать. Ты хотел, я тоже хотел, как человек-паук. Это, блин, реально было в Орёл и Решке, помните? Да? Да, это было в Орёл и Решке. Да у нас тут своя Орёл и Решка. Да, у нас тут Ксо Решка. Ксо Решка. Кому Х, тому всё, кому ноль, тому ноль. У нас образовалось своё племя. Наверное, если я сейчас буду кричать, то она точно придёт. А почему, Маша, что это за шутка такая? Типа, если ты будешь кричать, то она придёт. Это что значит? То, что они мои родственники. Они родственники всех. Ладно, ну... Привет! Мой смех, и я... Я не знаю, почему это случается им на самом деле. Бойские обезьянки. Вейм-стиле просто, вообще. Морышки. Хлопается, Муны. Не, вы забежали, и тебя сразу разорвут такие. А офигетик столько много. Они идут сюда, они идут сюда, они идут сюда. Они распадают, да и стенка на стенку. У нас своя команда. Не, нормально, сейчас поиграем с ними. Ребята, я не хочу с ними играть. Я боюсь, я боюсь. Я тоже очень боюсь. Ой, маленький, бежит, смотри, такой шкет. Ой, привет. Ты покрасивый. Марка, дайди от него. Ты реально укусишь. Именно от тебя, вот он так. Это камера. Почему Герман? Мама! Конечно, Гэри каждый день взял первым в руки обезьяну, или на руки, или куда там взял я. Ну, короче, взял обезьяну. Конечно. Она прям на голову тебе к шкурке кидает. Не дразни, Марк. Я нашел себе нового бро, пока мой бро был в Туле. Этот бро был со мной на баре. И еще один бро. Что происходит? Я даже не представляю, что там произошло. Рыляк, рыляк, рыляк. Эти обезьяны были очень прикольные, милые. Они всегда так что-то прыгали, лазили, что-то воровали. Хорошо, что у меня портфель был, кстати, здесь. И меня ничего не украли. Он тебя поносил. Нет, 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 нет. А маленький, вон, смотри. Маленький, малький. Привет. Давай, малыш твой, давай, малыш твой. Маленький. Давай, маленький. Давай, давай. За него мамку бьет. А он может сесть? На, фоткай. Я тоже хочу. Ты же маленький какой. Ой, он накакал. Только не на меня надеешься? Я же чистый. Наверное, Марк. Он, главное, как кашку свою выкинул. Ты видела, Надь? Обосрался, еще выпендривается. Ты бэтик. Знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас уру. Это неожиданно. Мне кажется, очень удобно на твоей голове. Это главное. Он лег для тебя. О, какает, какает. Нет. Эй. У него виски такие большие. А я, вот, 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 вот. Ну, я ничего не поделаю. Там сзади, смотрите, какое. Как хочешь. Я хочу быть обезьяной. Я. Я боюсь. Я на сзади. О, мой гад. О, мой гад. Самое страшное, это когда не понимаешь, чего ожидать от этого животного. Трудно, я у меня. Гладить нельзя, дай. А, друзья, у них нету когтей вообще? Нет. Походу, нет. Ну, такие там какие-то ногти просто. А, я не знаю. А, зачем так неаккуратно? Блин, испачкал. Мне потом что хвосток дал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok